Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Надя Соколовская и Елисей Полищук расстались. Надя пишет, сегодня мы окончательно расстались с Елисеем. Мы пообщались и поняли, что нас не тянет друг к другу. Мы будем просто дружить. Соколовская даже хотела покинуть проект, но ее отговорили ведущие. Шесть участниц первого сезона Острова любви вернулись на Сейшелы. Алиса Огородова пишет, ну что мои сладкие, вот наша шестерка приехала на Остров любви. Обещаю, мои пупсики, будет жарко. Теперь всем смотреть остров, ведь теперь там мы. Девушки сразу же начали активную деятельность на съемочной площадке. Лиза Полыгалова и Юля Теплова приготовили сюрприз для одного из парней. Как вы помните, недавно Оля Рапунцель устроила скандал. Она требовала, чтобы Дима Дмитренко пошел к врачу и проверил, не бесплоден ли он. Дима пишет, по поводу моего бесплодия была полная провокация от Саши Гозиас. Оля на нее повелась. Я заверяю, что у меня все в норме и никому ничего доказывать я не обязан. Я обозначил четкую позицию для своей второй половины. Сначала мы едем отдыхать, после отпуска мы едем в ЗАГС подавать заявление. Мы участвуем в конкурсе «Свадьба на миллион». Даже если мы не выиграем этот конкурс, то играем свадьбу на свои деньги, которые мы заработали. Дима объяснил, почему Рапунцель так себя ведет. Оля у меня личность, она всегда первая. И когда она узнала, что Тата забеременела, началась паника, что миллион уплывает из-под носа. Ирина Донцова начала заниматься наконец-то тем, зачем она и пришла на Дом-2. Преображением и омоложением. Ей сделали первые уколы красоты. Татьяна Владимировна Африкантова выложила в своем блоге рационализаторское предложение. Все, кто хочет ее вновь увидеть на телепроекте Дом-2, должны скинуться деньгами. Как только на ее счету накопится 150 тысяч, ее снова возьмут на проект. Андрей Чуев оценил шутку будущей тещи. Продюсер же телепроекта Михайловский потребовал удалить пост и не обманывать людей. Винцеслав Вингрожановский, который покинул проект тихо и скромно, успел уже найти девушку. «Я счастлив», – подписал он этот снимок. Бывшие участницы подружки Оля Жемчугова и Кристина Дерябина отправились вместе погулять. «Моя сладкая девочка», – пишет Кристина. «Сегодня у нас грандиозные планы. Ребята, не переживайте, все цивильно. У нас в планах Макдак, фильм и каток». Андрей Чуев сообщил, что он подарил Марине Африкантовой собственный салон красоты. Чтобы поднять ей настроение, дарю салон красоты сегодня на чистых прудах. Называется салон «Африка Бьютиз». Но вполне возможно, что Марина просто рекламное лицо этого салона, а не его владелица. Элина Камерен боится, что Саша Задойнов отберет у нее дочь. Элина дала интервью журналистам и рассказала следующее. «Задойнов уже пару раз угрожал мне, что как-нибудь возьмет Александру и не вернет обратно. Однажды уже такое случилось. Он пошел гулять с дочерью, и я минут 20 не могла до них дозвониться. Я чуть с ума не сошла. Боюсь, как бы подобное не повторилось. Этот человек способен на все, тем более мы сейчас в ссоре. Для меня главное, чтобы не страдала психика моего ребенка от такого папы, который месяцами не появляется». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.